Санкт-Петербург Санкт-Петербург В Тамбове арестован подросток, готовивший теракт. По версии следствия, 17-летний подозреваемый, являясь сторонником деструктивных субкультур, готовился к совершению террористического акта в одном из зданий Тамбова. В качестве орудия преступления он планировал использовать самодельное взрывное устройство, способ изготовления которого получил в сети интернет. В настоящее время несовершеннолетний задержан по ходатайству следствия, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Преступные действия конфигуранта были пресечены сотрудниками ФСБ России. В ходе проведения обыска на съемной квартире подозреваемого следователи обнаружили и изъяли химические вещества, устройства, предметы и инструменты, предназначенные для изготовления самодельного взрывного устройства. Подольский городской суд приговорил экс-главу Серпуховского района Александра Шестуна к 15 годам лишения свободы. Он признан виновным в совершении ряда преступлений. Остальные фигуранты уголовного дела Борис Криводубский и Сергей Самсонов объявлены в международный розыск. По версии следствия, занимая указанную должность в период с 2003 по 2018 годы, через доверенных лиц Шестун создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков. В ходе расследования получены доказательства фактического владения Шестуном, Криводубским и Самсоновым имуществом на сумму более 3 миллиардов рублей, оформленного как на них, так и на членов их семей, родственников, аффилированных юридических и физических лиц. При этом некоторые из них даже не были осведомлены о количестве оформленного на их имя объектов недвижимости. А собранные следствием доказательства положены в основу исков Генеральной прокуратуры, которые удовлетворены судами, и имущество взыскано в доход государства. В Рязанской области организована доследственная проверка по факту ДТП, в котором погибли трое пассажиров и водитель рейсового автобуса. Сотрудники СК России выполняют комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места аварии, назначены судебные экспертизы. В рамках проверки следователями будет дана правовая оценка качества оказания услуг по перевозке пассажиров и соответствия условий перевозки требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В Санкт-Петербурге вынесен обвинительный вердикт суда присяжных заседателей по уголовному делу об убийстве семьи в 2005 году. Виновными признаны Александр Тютин, который решил убить бывшего партнера по бизнесу Дмитрия Зейналова, его детей и супругу, и Александр Зотов, который стал исполнителем преступления, получив за это денежное вознаграждение. 15 августа 2005 года в садоводстве, расположенном во Всеволожском районе, Зотов, используя автомат и топор, совершил убийство Зейналова, его супруги, а также их дочери и сына. В дальнейшем он по телефону сообщил Тютину о совершенном преступлении, от которого получил указанное денежное вознаграждение. 12 лет в колонии проведет один из членов банды Басаева, участвовавший в нападении на город Буденновск в июне 1995 года. Установлено, что Аслан Даудов принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в результате которых были убиты 129 человек и пострадали около 2000 жителей Буденновска. Сотрудники СК России предъявили обвинение шестерым участникам организованной группы, задержанным в рамках расследования уголовного дела о совершении ряда особо тяжких преступлений в начале 2000-х. По данным следствия, фигуранты совершили убийство по мотивам национальной ненависти и вражды. В Москве мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство знакомой и ее малолетнего сына. Своим жертвам Дмитрий Батыгин нанес колото-резанные ранения, от которых они скончались. Подсудимый же похитил их имущество и скрылся. Восстановив всю картину произошедшего, следователи установили, что 12-летний ребенок получил смертельные травмы, пытаясь защитить маму от преступных посягательств нападавшего. Мужественный поступок маленького мальчика, стремившегося спасти родного человека от преступных действий фигуранта, ценой собственной жизни поражает своим бесстрашием и героизмом. Решением председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина мальчик награжден ведомственной медалью «Доблесть и отвага посмертно». Возбуждено уголовное дело об исквернении воинского захоронения солдат Красной армии в Литве. Следствием установлено, что злоумышленники облили памятник и могильные плиты краской, а также нанесли оскорбительную символику в виде крестов и свастики. Этот военно-мемориальный объект расположен в городе Абеляй на месте захоронения воинов, погибших в ходе наступательной операции по освобождению Литвы от немецко-фашистских захватчиков. Указанными циничными действиями злоумышленники продемонстрировали свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом.